Всем привет, друзья! Блин, а на улице по-прежнему зима, фигарит снег, и на улице минус три. Как так? Март, март, почти конец марта, ё-моё! То чувство, когда ты мой протеиновый барон, просто барон. Я каждый день пью по шесть витаминок, закупайтесь вот этой штукой, полезная штука. Не будете болеть, хотя кто знает. Кстати, когда я заболел, я их не пил на то время. Сейчас пью, вроде нормально, поэтому заходите, покупайте, ссылочка в описании. Идеальный прикидон просто. Здрасте. Короче, поездка в такси стоит 2,50. Приезжаю, короче, она говорит, евро 50 давайте. А у них написано 50% скидка. Это евро 25, даю евро 25, она такая недовольная, евро 50 стоит. И начала гундеть там, вы что, совсем что ли? Сейчас приду домой, расскажу вам, как не терять мотивацию, а то у меня нет мотивации снимать видос на холоде. Зацените кроссы, ничего такие, да, вроде? Довольно прикольно смотрятся, красивенькие. А вчера я смотрел такие на ebay. 120, 150 евро, вы офигеете. Никогда не покупайте обувь на ebay. Будете ждать месяц и придут гораздо дороже. Ну, особенно если они найковские. Хотя, кто знает, на ebay могут подсунуть там, не найковские, например, подделку какую-нибудь там китайскую, долбанную. Ну, я имею в виду вообще не найковские, а любые, ну, такие фирмы, как Adidas, Nike и так далее. Там же подделок куча. Могут просто наштамповать, как я в России там покупал, он на рынке, блин, по тысяче рублей. И Nike, и Reebok, и что угодно тебе там запилят. Лучше покупать, конечно, в магазинах. И дешевле, и выгоднее, ждать не надо долго. Вот, собственно, давайте перейдем к мотивации. Давайте начнем с того, что у человеческого организма есть свойство ко всему привыкать, адаптироваться, а также даже вызывать зависимость. Вот, но зависимость есть разная. Есть зависимость от наркотиков, там плохая зависимость. Есть зависимость от игр, каких-нибудь там много задротов. Именно вот зависимых людей называют задротами, которые не могут жить без игр. Также есть зависимости хорошие. Хорошая зависимость это, например, вот от спорта. Если у вас выработалась зависимость от спорта, то у вас будет постоянная мотивация им заниматься. Это то же самое, как играть в игры. Представьте, задрот постоянно там приходит со школы и начинает дрочиться в эти игры. А также и вы. Если у вас выработается зависимость к спорту, то вы будете идти постоянно на тренировку, потому что вы без нее не сможете. Потому что это уже будет тяга, влечение, зависимость. А что такое зависимость? Зависимость это когда человек долгое время, например, там, знаете, да, организм привыкает в течение 22-х, либо 24-х дней к любому вообще, там, не знаю, к какому-то роду деятельности, будь это спорт, либо что-то еще. То 24 дня и организм привыкает и уже вырабатывается уже дальше, ну, такая, можно сказать, зависимость, да, привыкание очень сильное к чему-то. Если вы будете, например, курить там 24 дня, то уже все, вряд ли вы там после 24-х дней, ну, как бы, отлепитесь от этого. Ну, всякое бывает. Я просто говорю, что человек постоянно ко всему притягивает, если долгое время делать. О чем я говорю? Если вы будете заниматься постоянно спортом, то есть где-то месяц будете заниматься регулярно, постоянно ходить, через силу себя перебарывать, именно тогда, вот тогда, когда произойдет эта зависимость, а зависимость почему происходит к спорту? Потому что у спортсменов выделяется ряд определенных гормонов, которые влияют на его состояние. И без этих гормонов, например, гормон как эндорфин, да, гормон счастья, если его не будет, то человек будет себя вялым чувствовать и так далее. А как известно, при занятиях спортом вырабатывается большой ряд гормонов, в том числе и гормон счастья. И если он уходит, когда человек не тренируется, то человек чувствует себя вялым, каким-то таким, недовольным. А гормоны вырабатываются во время спорта очень активно и очень много. Именно поэтому вырабатывается такая зависимость к спорту. Говорят, что вот прям спортсмены-наркоманы, да, от спорта, наркотик такой прям, спорт является наркотиком. Во, о чем я говорю? Я говорю о том, что если вы будете ходить, например, месяц регулярно на тренировки, вы по-любому втянетесь и будете ходить постоянно. Но есть определенная штука, которая может опять испортить все ваше состояние и желание тренироваться. Например, если вы пропустили много тренировок подряд, если вы не ходите там 2 недели, например, 3 недели на тренировки, то может опять же произойти привыкание и вы уже будете чувствовать себя комфортно, потому что все эти гормоны там прекратили у вас внутри бурлить и так далее. И уже все, произошло привыкание и вам впадло как-то идти на тренировку, вы будете тупо дома сидеть там и ничего не делать. Поэтому нужно, важно, очень важно ходить регулярно на тренировки, и тогда все будет четко. Если нет, то нет, тогда вы, скорее всего, опять потеряете вашу мотивацию. Ну, можно, да, зависимость назвать мотивацией, потому что никакая мотивация у вас не будет, если у вас нету зависимости от чего-то. То есть, если я, например, сижу на диване и кто-то, и я никогда не занимался спортом, если мне втирать что-то про спорт, типа, иди атакуй, бомби и так далее, то я просто буду сидеть дальше и все, ну, базарь и базарь, ну, как бы, если я не хочу, меня не заставишь. А если у меня уже есть желание какое-то, то достаточно каких-то слов, и тогда можно пойти. И, опять же, нужно привыкание, потому что ты пойдешь такой, позанимаешься, придешь домой и снова лежать будешь там неделю, две, три, четыре, пять, может, год вообще не ходить. Поэтому нужно, чтобы организм привык. Все. Ребят, меня часто просят в комментариях показать какие-то упражнения на икры, очень часто. И я на самом деле говорил вам, что если икры у вас есть от природы, то они будут у вас. Если их нет от природы, то их накачать очень-очень сложно. Сегодня я вам покажу упражнение, которое можно делать дома, и для этого нам понадобится что-то очень тяжелое. Например, огромная какая-нибудь гантеля, либо там, не знаю, штанга, либо что угодно, что можно будет положить на колени и на плечи. Первое упражнение. Нам нужно положить просто что-то тяжелое. Я думаю, одной гантели недостаточно будет. Я думаю, нужно взять портфель и положить в портфель, например, не знаю, там три гантели вот таких. Либо гантели, еще что-то, какого-то очень тяжелого такого материала накидать туда, чтобы прям тяжело было. Килограмм, наверное, чтобы 40 было, может 50, не знаю. Накидаете туда, кладете на колени, садитесь вот так на диван, на кровать, куда угодно. И делаете просто подъемы вот такие икрами. И второе упражнение. Это обычные подъемы на носки стоя. Чтобы было эффективнее, можно положить под ноги толковый словарь русского языка, и тогда амблитуда вашего движения будет больше. А, ребята, хорошая новость. На сайте Арчо Моррис уже появилась новая программа для новичков. Для тех людей, которые плохо отжимаются, подтягиваются, отжимаются на брусьях. Вообще очень плохо, там, может, по пять повторений и так далее. Вот для тех людей эта программа создана. Если вы такой, бегите на сайт, покупайте, и будет вам успех, через месяц будете бомбить, как я. Если что, это шутка, как я, не будете, но будете бомбить, хорошо. Саня! Это, знаешь, как дебил-оператор, короче. Дайте привет, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, где вы были сегодня? Нормально вообще? Такой тебе повезет, сейчас рулем. Идем на тренировку, ребят. Точнее, я иду. Саня идет, с Викой идем. Будем бутерброд делать. С Викой это получше будет. Да, да. О, да, бейба. Сегодня понедельник я буду качать грудочок. И буду качать суперсетом, как всегда, с моими любимыми суперсетами. Поэтому, кто хочет суперсеты? Арчо Моррис.ком, да, Санек? Помнишь, да? Помнишь этот великолепный сайт? И если вы новичок совсем... О-о-о-о! О-о-о-о! Это ты с собой взял финку? А, конечно, это просто на сегодня. Серьезно? Вот это все? А? У тебя же гастрит будет, а то ты фигни. Ну, может, на сегодня, на завтра. Вообще, я заехал за бритвой, но они просто дешевые. Жестко. Как такие собаки живут вообще? Особенно зимой, я не знаю. Слышно, она на трех ногах. Вон там Вика тренит, видите? Или не видите? Наверное, нет. О, повернулась. Давай, подходи. Йоу, мига. Сейчас придем к тебе. 60. Что-то 60 слишком, до хрена вообще. 50, походу, это мой нормальный вес. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас отдыхаем 3 минуты и второй круг пойдет Между подходами лучше растягивать мышцы, тогда лучше будет эффект Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То есть понижая веса, а тут решил повысить, чтобы немного другая нагрузка была Все, я устал, пора спать Идеально прям легла под эту фигню Саня Вика сказала, что бутерброд – дичь Как ты читаешь? Скажи, почему здесь? Потому что это извращение Пацаны, бутерброд извращения? Наверное, никто не поймет, что это такое Вы не поняли, о чем речь идет? Я думаю, понимают А я думаю, нет Вы понимаете, что такое бутерброд? Напишите в комментариях Вот такие пироги Вот такие битки Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Увидимся в следующем выпуске Пока Продолжение следует...